МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации Толерадо и компании Гомель. У студии Наталья Ихнатенко. Доброй ранецы. В сегодняшних днях у Гомеля начинаются мероприемства, промеркованные до дня незалежности Республики Беларусь. У приватности на 12 годзин запланована молодежная патриотичная акция «Белая Русь под белым крылом», якая отбудется, каля помнека комсомольцам-подпольщикам. Одразу некольки митингов запланована на завтра, але найбольш масштабные мероприемства отбудутся непосредственно 3 липеня. У приватности у 10 годзин ранецы почнется святочная шесть и хамельчан по холоной в улице города, якое завершится церемонии ускладания вянков и кветок до мемориалу «Вечный ахонь». У прохраме мероприемства так само город-майстро ускверы имя Андрея Хромыки. Молодежные прохрамы на площади Полстанье и площади Ленина. Выставочный комплекс «Беларусь. Життя майго-крыница» ускверы имя Кириллы Туровского. Вся род шматликих концертов самой массовой станет прохрама «Мы, беларусы, мирные люди», якая отбудется на плясу цыкаля медицинского университета. «Конечно же будем привлекать и МЧС, и воинские части. Попытаемся создать такой военно-патриотический блок, где задействуем и покажем нашу молодежь, нашу армию, что она сегодня беспособна, она всегда может защитить нашу родину. Вот тоже такой вот кусочек мы постараемся вкрапить в наш праздник. Я думаю, получится». До речи, сегодня директор Гомельской детской хореографической школы Мастацтвау, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений Петр Свердлов станет гостем интерактивной программы «Деалог». Задать пытань, не выказать конструктивные пропановы можно под час промога эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Деалог» на Тариканале Беларусь-2 сенью, 18 годин, 10 хвилин. Та инших тем. Удельная вага объекта у коммунальной формы властности, якие не выкаристовываются, на Гомельщине з'является самая низкая сирода областей Беларуси. Такая информация была огучена под час сессии областного совета депутатов, на якой разледжена пытанье эффективного выкаристанья державной майомости. В оголе за пошние 5 годов у приватную майомость реализована больше, как полторы тысячи объектов, на яких створена каля одной тысячи працонных местцев. Агульный объем инвестиций при этом досягнул 80 миллиардов рублев. Олег Сенцеров об будущем будинкам, яке пакуль не приносит корысти. Сирот лотов, яке выставлены на ближайший аукцион, комплекс будинку булога будовничьего лицея у Гомеля. Усе разумы этой побудовы оценены у 16 базовых величин. Сегодня это меньше, как 3 миллионы рублев. Плануется, что в этих будинках будут размещены объекты адвокаций, финансов, активно-выкового профиля, а так само администрационные установы. В оголе в этом году господарший оборот на Гомельщине необходимо утягнуть 320 объектов коммунальной майомости. 140 из них уже знайшли новых холодильников, а остальные чекают своего часа. У фонда Гомель обломаемость кажут, что зараз за реальную цену на аукционы практически ничего не выставляется. Первоважная большинство объектов реализуется за одну базовую величиню и за 20% первопочаткового кошту, чему есть объективные причины. Надо признать, что наши объекты не всегда в хорошем состоянии и требуют дополнительных средств. Конечно, сегодня получая от государства имущество собственно за минимальную цену, необходимо еще вложить средства, но сегодня человек, когда приходит, он уже имеет как минимум четыре стены и крышу. То есть это небольшие деньги, а потом вкладывание своих средств и будет хороший объект. Объекты, которые находятся в наибольшь непривабном выгляде, а то и в угле уявляют небезпеку на Гомельщине сносить за пошли пять годов, например. Таким членом поховали 1400 будинков. И еще одна тенденция. Уладальники объектов, которые долгий час лечили их непотребными, переглядели свои относины до майомости и теперь снова утягивают ее в господарший оборот. Правда, заработать это можно не за все. В свой час на территории Гомельской области находился шмат войсковых частей, которые покинули регион после распада Советского Союза. Показальный приклад – Жлобинский район. Это достаточно большое количество объектов. Только последний военный городок, 2Ж, который расположен в городе Жлобин, значит, было передано в районную коммунальную собственность 29 объектов. Значит, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Это достаточно немалая площадь, и хочу сказать, что из них на сегодняшний день уже 25 объектов вовлечено. Четыре из них выставлены на продажу, а 25 уже вовлечено в хозяйственные обороты. Если в 2010 году на Гомельщине не использовалось около 5% коммунальной майомости, то сейчас 1,7%. Это самый низкий показчик среди областей Беларуси. До речи, за дальнейшим эффективным использованием реализованных объектов ведется постоянный мониторинг. Сейчас, например, началась подрихтовка до скасования 26 договоров. Олег Синчаров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня Державный комитет судовых экспертиз Беларуси означает другую годовину с дня створения ведомства. За этот час колькость экспертиз повеличилась у двоя. На 100% стали закрываться потребы Держустанов у проведения розного рода доследований. Наладилось эффективное взаимодействие с правоохонными структурами. Оказываются послуги насельництву. В управлении Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области зараз працует около 500 человек. Головное досягнение их деятельности за минулые два года – повеличение оперативности и якости выполнения экспертиз. Что месяц управлением проводится каля 4 тысяч экспертиз у год до 50 тысяч. А кроме судово-медицинских тут выконвают криминалистичные, компьютерно-техничные, аутоэкспертизы и многие иншие. Дякуючу работе специалистов гэтой установы раскрывается и сбирается доказная база при расследовании розных злочинствов. Вядется доследование, выведенное из нелегального оборота сброи оказывается допомога в боротьбе с фальшивым монетством и иншее. Так само оказываются послуги насельництву у проведений широкого спектру экспертиз. Державные эксперты сегодня забеспечены необходными сродками, и ке дозволяюць проводить навод самые редкие виды доследованию. У целым, свое профессийное свято, другую годовину с дня створения ведомства, супрационники управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области сустрыкают у лидерах, сирот инших областей по колькости проведенных оглядов, месту оздоровлений и по шматликих показчиках выполнения экспертиз. Своим коллегам, конечно, хотел бы пожелать успехов в работе, мира, добра, тепла, крепкого здоровья им, и их родным, и близким. Всего самого хорошего. Нам светят перемоги огни. Под таким девизом в Мурагачевском районе открылась 23-я змена Международного лагеря дружбы детей славянских народов «Украничка». Удельниками молодежной состречы стали больше за 300 юнаков и девчат с Беларуси, России и Украины. Для когостей лагерь за многие годы уже стал с усим родным. Некольки делегаций в этом году приехали сюда в першиню. На открытии Международного лагеря дружбы и единства побывала наш корреспондент Вольга Славина. А пош не раз таки звонки смех рабят тут на Утульной поляне чулся роно год тому. И снова Рогачевская земля сустракая гостей. Смоленск, Курск, Саратов, Новозыпков, Котельники, Санкт-Петербург и Новоград-Волынске. Больше 300 старшеклассников на беларуской земле объеднал лагер дружбы и единства. Конечно, лагер для нас это как визитная карточка не только нашего района, но и нашей родной Гомельской области и в целом нашей страны. И подобный лагер под открытым небом это единственные экземпляры в нашей республике Беларусь. Уже вот в этом возрасте юном зарождается та, можно сказать, детская дипломатия, которая в дальнейшем перерастает в такую достойную, крепкую дружбу между нашими народами, побратимами. Кожный день у лагерей разбиты литерально по хвилинах. Подъем, зарадка, снеданок одолеет час для творчести. За 9 дн у лагерей ребята поудельничают в спортивных марафонах и проверят свои здольности в конкурсе театрализованных представлений «Маленькие гистории великой перемоги». Станут удельниками фестивалю молодежной творчести «Добрый день свет» и сами проведут интернет-акцию «Крынишка молодая». До речи, удельники лагеря «Перакананыя». Побывавши тут один раз, обовязково вернешся знов. Угеттым уповненная и украинская делегация из Новограда-Волынского. Мы приехали с отличным настроением. Были моменты, когда я думала, что я сюда не приеду. Не понять тем, кто здесь не был. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Вне зависимости. Они не политики. Они вне каких-то действий. Когда мы сюда приехали, я знала, что будут встречи, но не такая. Потому что прибежали дети с Курска, с Москвы, с Котельников. Прибежали Украина. Ура! Вы с нами. Понимаете? Это вообще, что надо помочь? Такого никогда не было. То есть, год мы не были, ничего не изменилось. Только крепнут наши узы, дружбы. Я очень счастлива, что я здесь. В этом году исполняется ровно 10 годов, как лагерь, набыл статус международный. С этой нагоды у Дельников творческой встречи шакает множество приемных сюрпризов. Даречи, шерах з их, примеркованы и да еще некольких значных подей. В этом году этот лагерь международный посвящен двум таким датам. 70-летия победы, 71-я годовщина освобождения нашей республики и еще мы сюда добавляем год молодежи, который был в нашей республике. Мы считаем, что молодежь это своего рода послы, потому что ну вот они увидят все это дело, пообщаются, они же приедут потом домой, они же рассказывают своим родителям, друзьям, какая наша республика миролюбивая. Проведутся ребята у лагеря 9 джон. С 7 липня девчат и юнаки обменяются адресами, сфотографуются на память и отправятся додому с надеей обовязково вернуться на Рогачевскую землю в наступном годе. Вольга Славина, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель», Рогачевский район. Масштабная выстава портретного живопису Гаурила Вашченки открылась у Гомелли. В экспозицию вошли 82 работы автора за больше, как полвековый период. Выставочный проект «Аве Радзима» примиркованный до дня народжения народного мастака Республики Беларусь. Уся гэтая портреты удалось собрать у Гомелли, дякуючи семьи мастака. Большая частка работ майстра ранее у нашим областным центре не демонстровалася. У творчости Гаурила Вашченки портрет зауседы займал значное место. А кроме портретного подобенства, для мастака зауседы было важно передать внутренний свет человека и свое властное уражение. Мастак писал портреты вядомых историчных особей своих сучасников. Сирот представленных на выставе работ портреты Ирины Паскевич, Владимира Мулявина, Кириллы Туровского, а так само членов семьи мастака. «Посмертная выставка всегда говорит о масштабах личности художника больше, чем при его жизни. И я при жизни считал его великим художником, а после жизни, я думаю, это стало очевидным не только для меня. Дело в том, что он ежедневно, ежечасно был художником. Я помню, как он рассказывал мне о том, что вот ночь мешает, приходится спать, и спишь, и думаешь, быстрее бы утро, и прийти в галерею, и даже не в галерею, а в свою мастерскую, и там уже все, что продумано, до мелочей написать». И это была пошня информация о выпуске. У студии працывала Наталья Игнаценко. Добрых вам новинов и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова